всем привет меня зовут роман и вы на моем канале вторая жизнь комнатных растений и как всегда или как обычно мы с вами встречаемся каждые выходные этом году я полностью обновляю свой арсенал в доме с кашпо растениями и как-то само собой образовалось так что в этом году слишком много все больше и больше у меня появляется фикусов не знаю с чем это связано но как-то само собой пошло ну помимо фикусов у меня еще очень много уцененки началось собираться их лечить выращивать отращивать недавно я совершенно случайно наткнулся в магазине на цветок фикус который очень редко у нас бывает это называется фикус американо смотрите какой красавец большой у него толстые ветки прямые плотные зеленого цвета листья что удивительно это растение очень редко почему-то к нам привозят в россию хотя много лет тому назад у меня уже было такое растение я его отращивал доращивал до двух метров почти метр семьдесят метр восемьдесят это так было на меня это растение мне очень понравилось во первых своей неприхотливостью ему нравится обычный рассеянный дневной свет он не требует никакого там досвечивания если будет досвечивания он будет только рад во вторых этот фикус американо не сбрасывает листья это очень важно потому что как правило вы знаете фикусы сбрасывают листья чуть-чуть перелил не долил еще что-то поранил все вот пипец он начинает сбрасывать листья особенно бенджамина после пересадки стрессует или с места на место поставили тоже стрессует этот фикус нет не стрессует в магазине проходя мимо него конечно я порадовался что наконец-таки кто-то довез к нам но мне внешний вид расстроил немножко его в каком плане видно при транспортировке его или в магазине его побили и видите какие травмы нанесли листьям и они ничего с ними с этими листьями не произошло они не отваливаются они не свалится не сбрасывает он их держит до последнего тут где-то вот я вот случайно во время покупки его чуть-чуть надломал ничего не происходит он его из не сбрасывает думаешь даже сломаны и сбрасывает плюс ко всему по внешнему виду кома я посмотрел и по верхушкам его нового листа росток я так понимаю что они его еще и перелили и не один раз а а так как я в этом магазине мое лицо уже слишком заезженная вот я попросил их немножко дать мне скидку ценить его и я его заберу потому что правда я не могу себе позволить растение которое очень редко привозится к нам в россию продается очень в маленьких и редких количествах и допустить чтобы она у них погибла конечно же нет они согласились дали мне скидку я его забрал купил мои наблюдения по прошлому выращивание этого растения ну во первых он любит пить летом если температура повышается свыше 25 градусов вот прям вот прям очень-очень тепло и в доме скапливается горячий воздух его нужно опрыскивать он прям бодр листья расправляет хорошо у него сочно такой цвет плюс ко всему его поливать летом нужно чаще чем обычные фиксы этот фикус американо нужно поливать хотя бы два раза в неделю чтобы вот была влажненькая слегка влажненькая земля пересушку я не знаю выдерживает ли он или нет но скорее всего он должен выдерживать пересушку потому что листва у него очень плотная не длительная пересушку наверно выдержит длительную я не пробовал не знаю не могу вам подсказать что еще хорошо в нем зимой его да конечно мы его покупаливаем уже как обычный фикус в раз в неделю раз 10 дней там как сложится до в маленькими порциями чтобы он у нас не был в избытке земля также он боится вот прям панически боится почему не знаю это растение вообще-то было найдено я даже не знаю где вы не в индийских лесах по идее яркое солнце он должен переносить выносить но в доме у него горят листья от прямых солнечных лучей это я помню я ему сжигал листья случайно потому что он у меня стоял вблизи южных окон когда лето началось я естественно вовремя его от окна не отодвинул и пожег ему листья они тоже как у фикуса не восстанавливаются если вот он сжег погиб он отвалился или вы его отрезали на его месте уже не вырастет листочек но правда это настолько великолепное растение в том плане что он растет и не требует никаких вот к нему вниманий ты меня перелил закачался в листья опустил ты меня не долил листья опустил или на не знаю ну то есть он так не капризничать а если даже хозяин накосячил примеру да вот как магазине все три верхушки они немножко чуть-чуть тронулись из-за перелива но держится они растут готовы выпустить свой новый лист что еще хорошо что по моему даже может быть будет разветвляться хотя разветвляется он вот отсюда самого начала здесь у меня в этом кашпо всего три ветки а иногда бы бывает и 4 вылазит у кого-то я вот видел поэтому вот если вы встретите такой фикус обязательно возьмите его в свою коллекцию это потрясающее растение думаю что в ближайших 2-3 года я буду выращивать доращивать до каких-нибудь масштабов в природе кстати это этот фикус американо она как дерево высокая огромное дерево но дома в дерево она не превращается но растет очень хорошо тень спокойно переносит полив естественно средненький старайтесь выбирать ну то есть именно этот куст я сейчас буду к нему подходить на и находить его подход посмотрим что он на что он согласен что ему нравится что не нравится но я надеюсь наши магазины цветочные цветочные начнут привозить это растение это очень хорошее растение так ну что поехали посадки и так так как я всегда выращиваю свои растения но как правило большей степени свои растения больших кашпо естественно я уже нас подстроился как это делать у меня это кашпо ну большое где-то на два ведра земли легкая почему она легкая его пальчиками держу это за счет того что для посадки любого фикуса я беру большое кашпо так как у фикуса не важно какого он название у них очень маленькая компактная земляной ком потому что он растет как правило вширь они высоту то есть ему надо широкая очень в кей высокая не очень кей кашпо естественно что я делаю для чего я делаю так как кашпо у нас очень высокая больше 40 сантиметров высоту больше одной четверти этого кашпо я засыпаю полностью керамзита не важно каким крупным мелким сегодня у меня во первых керамзит очень легко пропускает воду очень хорошо насыщается водой и он долго в себе держит влагу а этот у нас фикус любит попить именно этот фикус американо он любит попить но и не любит переувлажнение если вы берете стандартную землю покупную для вечно зеленых растений возьмите туда добавьте пожалуйста большое количество песка это достаточно важно песок если вы берете все таки стандартная небольшое кашпо как и фикус предпочитает невысокая на дно кладете небольшой слой керамзита земля для вечно зеленых растений в перемешку с большим количеством песка растений будет счастливы и довольны но так как у нас совершенно другой формат давайте посмотрим что нас ожидает здесь в купленном кашпо я вижу здесь сердцевине очень туго 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 зарос даже не знаю стоит ли его разрыхлять его везли до нас очень долго у у него есть здесь одноразовый стаканчик но он весь уже рассыпался практически с легкостью он расходится тогда я рвать корни ломать не буду пусть тогда вам расходится расправляет распрямляется сам самостоятельно тем более я ему такую возможность даю как видите я его кладу на керамзит практически так ладно а засыпать я буду пользоваться как обычно я сейчас перешел на на новый формат грунта это лючу закон он не позволяет что мне нравится растению пересыхай ой извините все и увлажняться он не позволяет заводиться каким-то грибкам гнили еще что то все легко уходит туда глубоко также в этом грунте повторяюсь очень много витаминов минералов больше чем достаточно для нашего растения на ближайший год 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 даже можно и не вспоминать и не думать чем нужно подкормить растения если так складывается что вы любите очень сильно заботиться растения и иногда их переувлажняете а то бишь заливаете то вообще для вас лечу закон будет спасение потому что она не позволяет перелить растения что еще в нем хорошего в этом грунте нету грязи грязи нет чистенько все хорошо витаминов минералов много хорошее ухоженное растение и как раз ему здесь где-то около 10 сантиметров по по кругу он быстро сейчас расправить свои корни выпустит потому что там настолько рыхлая непонятная конститенция даже не знаю что это ветошь земля и наверно скорее всего с голоду сейчас она будет есть витамины и думать боже какое счастье какой я попал прекрасную семью какие прекрасные руки где мне будут кормить поить ухаживать также пересаживать в этом грунте очень удобно легко удаляется растение легко стряхнуть этот старый грунт его старый грунт плючозу можно перемешать один к одному с новым чтобы попали все витамины минералы и опять там пересадить перевалку сделать я очень рад что у меня появилось это растение я буду сейчас за ним ухаживать я постараюсь максимально по возможности дать ему новую жизнь в лучшие условия нежели у него были естественно хоть иногда протирайте этому растение листья любому фикусу большие красивые листья вот с магазина не грязненькие мог как раз их потрем чтобы было приятно подарим ему энергию хорошую мой хороший практически тебя вырвал из этих жестоких рук продавцов магазинов не знаю почему вот это растение привозит так редко то есть я его вообще очень крайне редко встречают растения кстати я его ни разу не пробовал размножать может быть в этом году рискнул попробую черенковать обрезать я его не буду потому что как правило я от этих растений требую высокого роста потому что зимних садах они смотрятся высокие более объемные коротышку мы с него делать не будем обрезать мы его тоже не будем листья которые поранены у него тоже обрезать не будем одним словом дадим ему вот возможность прийти в себя после долгого неправильного содержания я поздравляю себя с таким прекрасным приобретением и буду очень рад за вас если у вас будет такое же растение она лучше красиво очень клево спасибо за ваше внимание если вам понравился мой новый детеныш ставьте лайки пишите ваши письма может быть когда какие-то дадите ваши рекомендации по уходу за этим растением всем пока до встречи